Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. Сегодня у нас будет вложик. Мы уже такие подсобируемся с малым. Нам сегодня 8 месяцев. Ну, естественно, мы это отмечать никак не будем. Было же только постик в инстаграм. Вот. Малыша отдела уже сейчас собираюсь потихоньку. Едем к бабушке, а я собираюсь к любимому. Буду делать ноготочки, что я сегодня еще в солярий схожу. Малому все нужно купить, подарочки всем нужно набрать. Ну, в общем, вот такой сегодня день. Естественно, с малым будет мне все тяжело, потому что я буду как сайгак бегать. Что-то мне это слово в последнее время понравилось. Ладно, оставайтесь со мной. Может быть, еще что-то в голову взбредет по дороге. Погуляем с вами. Так, малыша маме отдала. Сейчас, я думаю, так уже с банком по банку съездила, дела сделала. Сейчас я еду в горизонт, чтобы они меня накрасили. У меня есть сертификат, который 3 месяца, по-моему, действует. Я не знаю, 3 месяца вроде не прошло. Надо пойти подкрасться, чтобы радовать ваши глазки. Заехала по дороге на Классику и мне посоветовали, знаете, вот такой вот шнур. Он один идет на Android и идет на iPhone. У него, короче, с одной стороны, покажу. С одной стороны вот такая штука, с другой стороны вот такая. И, короче, с одной стороны засовываешь его в Android и заряжает, с другой стороны. Ну, короче, экономия места везде. В общем, сейчас ездила там, поменяла блок себе, а то он не работал. Все, теперь в горизонт красится. Короче, я приехала в горизонт. Я не знаю, я обожаю этот торговый центр. Он очень круто сделан. Вот я иду, и вот этот вид. Очень часто в Москве, когда я гуляла, и везде, во многих таких местах, очень красиво вот так вот, да, все сделано. Здесь дорого в горизонте. Как бы, дорого все сделано. Я еще объехала мимо Рио и думаю, вот почему Рио тоже двухэтажный, но нифига вот как-то туда не тянет. Горизонт крутой. Так, короче, я не знаю, что я сделала. Я перед выходом использовала сухой шампунь. Но почему-то, ря, музыка везде играет. Но почему-то, видимо, очень жарко и ничего не изменилось на моей голове. Изменилось только на 20 минут. Поэтому сейчас я куплю присыпку и попробуем лайфхак испробовать в туалете. Крошки, вы представляете, первый раз ко мне подошли самые смелые девочки. Может, и приедут? С Ростова-на-Донова. Да, С Ростова-на-Донова. Никто, всегда писали, мы тебя видели, но не подходили. Кто-то стесняется, кто-то что. А вот они увидели, и теперь мы с вами сфотографируемся. Ура. Я себя почувствовала прям в какую-то звезду. Я прям все растеряла. Что-то у меня... Что говорить, что делать. Ой, это прикольно. Я не представляю, в Москву поеду. С вами встреча будет. Так, хороший опыт. Сфоткали меня. Вот. Надо выглядеть всегда хорошо. А я еще лайфхак не испробовала. В туалете. Где аптека? Где аптека? Вдруг еще кто-нибудь встретит. Боже. Короче, мне кажется, я буду целый день под впечатлением этой встречи. И еще, знаете, они такие, а можно с вами сфотографироваться? А я такая, типа, ну, а что это, сфотографироваться? Типа, я такая, не пойму, в чем дело. Не, ну, как бы я догадываюсь. Ну, мало ли, по какой причине хотят сфотографироваться. И они такие, ну, это же вы снимаете обзоры? Да, да, тогда можно. Поняли? Пароль. Селена своей. Пароль Селена своей, чтобы со мной сфотографироваться. Да нет, на самом деле, скоро, если я привыкну, то я буду, конечно, вот уже идти вот так фотографироваться со всеми. Так, ой, бля, я думала, это девушка-продавец. В зеркале. А это я. Здравствуйте, скажите, а у вас акция там вот была, еще существует? Да, с тушами. Сколько угодно же, да, можно? У меня три туши просто. Короче, в деваше эта акция туши, туши уберешься. Тушь берешь сладкую, сладкую. Все, это все из-за этой встречи, девчонки, блин, меня разнервничали, растрогали. Так, берете тушь, старую свою, приносите в Диваж. До какого числа у вас акция эта? Весь май, по понедельникам и вторникам. Весь май, по понедельникам и вторникам. И вам дают за 100 рублей новую тушь фирмы какой? В Диваж. Нет, фирмы, да, я имею в виду вот такая. Да, их много. И еще разные цвета у вас, нет? Да. И еще разные цвета. Короче, я сейчас беру туши. У них остались только черные, поэтому я взяла вот такие три черные туши. И теперь все мои друзья будут с тушами. Все, мы пошли дальше. Пока дай дублин, чтобы красоты, милоты. Так, мы в туалете. Я купила вот такую присыпку. Она очень удобная, смотрите, дырочки раз. Давай. Сейчас напшикаю, 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 блин. Насыплю, сыплю, сыплю, потом все раз переблю. Я уже напшикала. Уже насыпала. Ой. В общем, лайфхак с присыпкой работает. Смотрите, все прекрасно, быстро, а главное без запаха. Но только я тут вся в присыпке, вот, весь пол. И я вся была в присыпке. Ну ничего, это присыпка, ничего страшного. Все, теперь побежали. Я вот теперь уже могу сфотографироваться со всеми. В общем, лайфхак-то классный. Только реально все в этой присыпке. Если вы одеты в темное, будьте очень аккуратны. Потому что я сейчас просто вся в присыпке. И вот мой рюкзак, мне пришлось его помыть. На нем все осталось. Так, хочу купить холодный кофе, как в Старбаксе. Больше спрашиваю, здесь какие-то есть интересные. А у вас холодный кофе делают какой-то такой интересненький? Ага. Скажите, а вы кофе делаете какой-нибудь холодный? Не делать. Значит, Старбакс. Так, что еще? Вот видите, такое ноу-хау. Но оно не ноу-хау, нифига. Никс. Мак. Нам надо накраситься. А для этого нам нужно сначала кофе взять, чтобы нас красили. А мы пили 45 минут все-таки. Так, так, так. Где же, где же Мак? И вот еще, я думаю, блин, нужно было спросить, как девочек зовут. Может быть, на свой телефон тоже сфотографировать. Чтобы они передали привет кому-то. Не знаю, короче. Надо что-то придумать, когда я встречаюсь с твоих любимых зрительниц. Что-то прикольное. Не знаю, какие у вас идеи. Что бы вы хотели, чтобы было. А так вообще интересно было бы, блин. Какие идеи говорить? Я не дошла еще до Мака. Оно дальше должно быть. Но зато я уже увидела Старбакс. Поэтому пропущи, на мой пропущи, на беги ко мне. Пусть сжикают. Единственное, на что я не смотрела, это на цену. Оказывается, он стоит 275 рублей. Это я маленький взяла. Ну, дороговато, дороговато. Ну, вкусно, вкусно. Девушка подсказала уборщице, где Мак находится. Она, наверное, перепутала. Никс, Мак, Инглот, Кико. Здесь все есть, но не Мак. Ой, забыла, блин. Надо было в поисковике посмотреть. Ну вот, у них, оказывается, макияж по предварительной записи. Я уже тут все свои навыки уговорения предприняла. Я не знаю, сейчас пошла договариваться. Я говорю, может, мне не на 45 минут, а быстро, легенький макияж. Ну, что, лежит сертификат, надо его израсходовать. Сейчас я уезжаю, и вообще тогда я не смогу его израсходовать. Было бы хорошо, если бы у них получилось, меня приняли. В ожидании. Через 10 минут нас накрасит. Супер-пупер. Так, а что бы нам поделось пока? А нам-то делать и нечего. Мы тут погуляем. Пока мы в ожидании, я увидела... Я увидела голубую помаду. Давно хотела такой накрасить. Или синяя. Ой, здесь есть перламутровая синяя. Сейчас. Я хочу накрасить какого-нибудь цвета. Синяя. Синяя, кстати, может, классно будет под... Я собираюсь косы синие запрости. Причем... Ой, ля, она так классно пигментированная такая, мне кажется. Так, меня ругали, что я до конца выкручиваю. Класс. Не идет? Сирена убивает время. Что-то в этом месте. Короче, что-то в этом есть, да? Я вам взял макияж. В общем, попросила макияж сделать. Такой... Сегодня собираюсь снимать для вас косы. Что-нибудь под голубые косы. Какой-нибудь синий, солнце, фиолетовый. Короче, не знаю, что сделают. У девушки такие красивые, яркие, фиолетовые глаза. Я говорю, вот что-то такое хочу. Может, в процессе придумаем. Сейчас не знаю. А знаете, вот есть такие... Официальная рука. Даже с открытыми глазами найден идеальный ракурс. Посмотрите, какая великолепная. Сегодня будет просто мега день. Я что-то должна сделать необычное. Сейчас буду звездой ходить. Вот сейчас если ко мне подойдут сфотографироваться, да, я с удовольствием. Тысяча фотографий, как и хотите. Ну, такой меня бы запечатлеть супер. Так, что я узнала? Что я узнала? Что в Мак, оказывается, можно прийти. У них дневной макияж стоит 3500, а вечеринний 5500. И на эту сумму потом набирайте косметику. Считай, и макияж, и косметика супер. Мне очень понравилась, кстати, минеральная пудра, которая меня накрасила. Она дает такое свечение. Ну, здесь, конечно, хайлайтер еще, но свечение нереальное. И вот, кстати, я спросила, какая помада сюда мне подойдет. В итоге сказали, что лучше не использовать помаду. Вот мы хайлайтер немного сделали, мой любимый даже. И оставили вот так натурально, потому что глаза сами по себе просто берут на себя все внимание. В общем, я такая красивая. Сейчас покажу поближе вам. Да, с косметиками посмотрим. Жанна, у меня нет суперпрофессионального фотоаппарата, и саму себя сложно сфотографировать. Я думаю, что будет. Но мы что-нибудь придумаем. Все у нас будет. Мне тут сказали, что все будет. Все, что я хочу. Все, побежали дальше, девочки. Так, все, такие черные глаза, будете наблюдать. Весь оставшийся влог. Так, свет, если будет падать, не падать. Да, да, да. Как вам, кстати? Мне нравится очень. Так, что у нас сейчас по плану? Шелак, маникюр, педикюр. Но это уже не здесь. Здесь в горизонте нету. Поэтому мы едем в мега горизонт. Мега, в мега горизонт. Вообще, да, я сказала? Вау. Красиво, спасибо. В ТЦ Мега едем. Музыка нас связала. Тайны наши стала. Всем уговором твержу я в ответ. Нас не разучат, нет. Где музыка? Ой, где музыка? Где мусорка? Мусорка! Опять со стаканом ехать? Не хочу. Нету ни одной мусорки. Что такое? Ладно. Что же это я? Совсем забыла про свой любимый солярий. Надо притонировать. Я, короче, сейчас схожу, потом через день схожу. И потом в Москве уже схожу. В Сан-Сити, мой любимый. Надо призагорать немножечко. О, господи, блядь, открываю чуть ли не ногой дверь. Крутая, да? Тьфу. Меня никто не встречает. Чё за фигня? Где все? Да, здравствуйте. Здрасте. Я не могу. Я от этой кисы обалдеть, грязно. Киса. Киса. Поздоровайся. Ты такая... А может тебя поглотить, кисел? Ты не будешь кусаться? Ой, ты моя. Ты такая ласковая. Такая пушистая. Мурчит. Боже. Какая она мягкая. Ты вообще такая дорогая. Такая крутая. Такая вся вип-вип. Ой, кайфы. Всё, я зарядилась энергией. Пошли дальше. Всё, вышло. Так, кстати, хотела вам сказать, что вот я так вот вывожу немножко автозагар. Так как я тёмным накрасила, естественно, он сходит. И от того, что у меня белая кожа, его может конкретно, ну, как бы видно, что он сходит. Поэтому я его немного выравниваю. Хожу сейчас в солярии. Естественно, всегда я пользуюсь вот этим вот, мажусь, да, чтобы что-то там... Вот я Black Star покупаю. По-моему, Black. Супер Black. Что-то такое. Всегда бронзаторами. Они не как автозагар работают. Они, конечно, получше. Там не видно чёрных пятен. Ну, смотря, конечно, какой взять. Но я хорошее беру. Не видно никаких пятен, ничего. И реально оттенок очень быстро появляется. Хороший. И не смывается так, как автозагар. И ещё вот у меня, который... Кларенс, Кларенс, как правильно, я не помню. Тоже автозагар. И он такой накопительного эффекта. То есть я буду сверху им. Для того, чтобы сравнять. И чтобы мой автозагар, который очень тёмный был до этого, я ссылки в конце оставлю на это видео, где я тестировала там автозагар. Ну, как бы два дня классно, супер. А потом, когда начинает с моей белой кожи слазить всё это, конечно, вид не очень хороший. Поэтому нужно немного стараться. В общем, всё будет чики-пуки. И свидание пройдёт на ура. Мой любимый ничего не заметит. Приехали в Мегу. Сейчас зайду в свой любимый магазин. У меня-то подсмылся цвет мой уже основной. Да? А я взяла под корни другую красочку. Надо красочку подобрать. Под корни другую теперь. Здрасте. Всё. Короче, подобрали. Стельку там ещё... У меня 10.75 рыжий был. А мне посоветовали ещё можно 10.65. 10.65. Он немножко с фиолетовым. Ну, нейтрализует желтизну. Ну, посмотрим. На крайних можно и 10.75. Она так быстро смывается, оттенок этот. И блонд остается. Ну, у меня ещё корни нормальные. По-моему, не надо красить. Так. Поднимаемся. Но вверх. Короче, пришла сделать покрытие шелак. Вообще, таким красивым цветом. Мне очень понравилось. Вот такой вот он будет. Он, знаете, белый. Белая розовая. Вообще красивый. Сейчас нанесём, посмотрим. Блин. Я же лампу свою продала. Короче. Так бы дома иметь, да? Но я дома не занимаюсь таким. Некогда просто. Как-то занималась. Ножки мои, ножки. Всё, сделали ручки. Вот, смотрите, какой цвет. На ножках у меня такой же цвет. Просто хотела сказать, если кому-то будет интересно, потому что реально красивый цвет. Вот шелак. Вот. Я не знаю, что это значит. Больше никаких цифр нет. Короче, вот такой вот красивый цвет. Реально, очень красивый цвет. Всё это происходило. Просто я жидко хочу есть. Не могу. Ногтями я с вами безумно довольно. А что съесть? Макдональдс? Или что? Чё съесть? Я вот сейчас готова Макдональдс съесть. Хотя я так смотрю, утречком фигурка у меня сейчас вообще супер-мега. Животика нету. И прям думаю, не буду портить. А потом думаю, да ладно, сгоню всё быстро. Так что, да. Макдональдс. Мой выбор. Ну и да, конечно, как истинный блогер, прежде чем что-то начать и есть, я должна всё показать, сфотографировать. Но сфотографировать, наверное, не буду, чтобы лишний раз не искушать моих девочек, которые трудятся над своим телом. Не буду искушать. Но здесь я расскажу, что я взяла для тех, кому... Я всегда беру детскую, кому захочется. Я всегда беру детскую картошку. Потому что тут и так её много. Я взяла чикенделюкс здесь с помидором и с беконом. И курица. Вот. Всегда беру два соуса. Сырные и кисло-сладкие. Я люблю их мешать. Ну и детскую колу. Это вообще... Ну как бы колу я много не пью. Но у меня кола вообще хороший абсорбент. Если вы слишком много чего-то съели, или может вам тошнит, или в желудке что-то не так, немного колы, будет очень даже хорошо, нормализует пищеварение. Это вот вам такой лайфхак от меня. Всё, я кушаю, и дальше бегу делать дела. Зашла в Тезенис. Хочу своему любимому подобрать футболочки. Здесь такие всякие, они классные. Вообще надо своих любимых баловать. Они любят футболочки, носочки. Это всегда то, что нужно парню и трусики. Если что-то появляется такое свеженькое. Мне кажется, настроение хорошее. Мы же любим всякие мелочи. Поэтому мужчин своих тоже нужно радовать. Особенно, если они вас радуют намного больше. На мгновение забыла, что я снимаю. Представляете? Такая думала, ой, у меня же влог. Так, купила ему там всяких сувенирчиков. А сейчас. Малому надо всё купить уже. Мама звонит, говорит, где-то. Говорю, мама, тут же подготовка, столько времени. Сейчас, короче, доберу в Ашане, всё, и бегу за малым уже. Люблю на парковке сниматься. Машины, машины. Я такая блондинка средь машин. Серости, парковки они такие серые. Всё, короче. Эх, вытащила памперс, потому что мамы закончили с памперсами. Она говорит, давай памперс тащи. Всё, бежим к малому, к малому бежим. Я ещё список забыла, на самом деле. Блин, я даже не знаю, но этот список посмотрю, я буду себя ругать, что я его забыла. И наверняка там столько всего, что я не купила. Ай, ну ладно, у нас ещё пару дней. Просто в ФМ. Просто жжёт. Пришла домой. Вот как после этого любить животных? Эти коты распотрошили пакет мусорный. Хотя там была одна шкурка от сосиски. Вот у меня такой опыт, блин, с кошаками, с этими. За которыми приходится убирать, они ещё срутут во дворе. Ох, я с подсветочкой. Трин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Всё. Всё, вытащила, короче, сейчас малого заношу домой. Он спит. Мама его, мама его угуляла. Я такая лохматая. Уже два часа ночи. Мама его спит, чайник закипает. А я покупаю билеты в Москву и во всякие места, которые нужны. Всё, надо умыться. И сейчас попью чай, с бутербродом и спать. Всё. С вами прощаюсь. Пока. Люблю. Мой крик души, души, давай продлий, продлий, продлий ночь. Не доверяй мне, милый мальчик, таких, как ты люблю. Редактор субтитров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова